Родную свою землю фашистов защитить, чтобы сюда не пришли ещё. Один за другим белгородцы, оставив свою работу, надевают камуфляж и бронежилет. Жители приграничья на себе и своих родных прочувствовали последствия украинских атак. А какой же русский останется в стороне, когда его землю топчет оккупант? Формирование бригады начато с 29 августа с прибытием 20 человек. Началась интенсивная подготовка. Боевой армейский резерв страны или БАРС «Белгород» получает полный комплект обмундирования. Всех ждёт месячный курс боевой и тактической подготовки. БАРСы должны быть готовы ответить на любые действия врага. Опытные инструкторы передали свой опыт, своё мастерство. Министерство обороны не пожалело средств для проведения занятий. Основной упор – тактическая подготовка, огневая подготовка, инженерная подготовка и военная медицина. Очень большое внимание уделено этим вопросам. Гражданин имеет право вступить в БАРС. Категория годности должна быть А. До 65 лет могут вступать в БАРС граждане, проживающие на территории других областей. Они к нам сейчас звонят в последнее время. Мы всех принимаем. Одним из первых ряды отряда БАРС «Белгород» пополнил вице-губернатор Белгородской области Рустем Зайнулин. Сейчас мужчина – обычный рядовой. Признаётся, что такой статус его нисколько не смущает. Военным делом по роду своей службы и месту нахождения я проходил неоднократные курсы с соответствующими специалистами из самообороны. Но, во-первых, надо это всё восстановить. Что касается стрелкового оружия, медицины, изнутри понять весь процесс по организации работы БАРСа, чтобы своими силами, знаниями помочь для его дальнейшего правильного и надлежащего функционирования. Позже решение вступить в армейский резерв приняли ещё несколько чиновников. Батальон выполняет очень сложно, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечению режима КТО. Поэтому мы с коллегами приняли решение нести службу в данном подразделении. Я думаю, многие возьмут с нас пример и также будут нести службу в этом подразделении. В БАРС можно и женщинам. Повара, связисты и медики – особенно актуальные специальности. Последних очень ждут в новосформированной бригаде скорой помощи. Опытом готовы делиться практикующие врачи. Работая на скорой помощи в отделении медицинской катастрофы, мы с этим постоянно сталкиваемся, постоянно ездим на австариевые, в прикраничные районы, спасаем военных, гражданских. А теперь Павел помогает наладить медицинскую службу в новом боевом формировании. Кстати, под руководством своего начальника, главного врача станции скорой помощи Белгородской области. Дело в том, что я и ранее задумывался пойти на контракт, но министр здравоохранения меня не отпустил. Но поскольку здесь на территории Белгородской области, и во имя жителей Белгородской области, поэтому он со спокойным сердцем отправил меня защищать рубежи. Задача Алексея Владимировича – организовать работу станции скорой помощи для белгородских барсов фактически с нуля. Обучить бойцов навыкам первой помощи, тактической медицины, организовать амбулаторный прием и наладить взаимодействие с экстренными службами. После комплектования бригады добровольцы приступят к выполнению специальных задач на территории региона. Продолжение следует...